Друзья, Конгресс США принял временный бюджет без помощи Украине. Что это значит? Рамзан Кадыров поддержал решение на значить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера Чечни. Что это значит? Владимир Путин встречался с камерами перед возможным преемником, основателем частной военной компании «Вагнер» Андреем Трошевым. Кто такой Андрей Трошев и почему неожиданный человек унаследовал империю Пригожина? Геннадий Владимирович Гудков, оппозиционер. Геннадий Владимирович, приветствую вас. Да, и вас приветствую, Даша. И приветствую всех, кто с нами в эфире. Да, тем достаточно много. Предлагаю начать с шатдауна, который действительно триггерит украинцев и даже Европейский Союз, потому что Конгресс США принял временный бюджет без помощи Украине. Значит, Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия Украине именно из-за нехватки финансирования. Об этом сообщил Associated Press. Как вы считаете, что это значит, какие будут последствия, особенно на войне? Я надеюсь, что никаких. Почему? Потому что что такое шатдаун и вообще что это такое? Это типичное явление последние годы в американской политике, которое противоречит между действующими лицами и исполнителями в эстеблишменте американском столь сильные разногласия, что они не успевают, им не хватает времени договориться до компромиссов, и они вынуждены принимать временный бюджет, но существуют на законодательной основе, когда бюджет вообще может быть в текущем режиме каждый месяц приниматься. Такая законодательная возможность даже заложена в российском законодательстве, а уж американском тем более. Вот они сейчас принят бюджет на 45 дней, почему-то на полтора месяца. Видимо, полтора месяца им необходимо для согласования последних параметров бюджета, регулирования споров, нахождение компромиссов. Поэтому я думаю, что с учетом того, что там заявили уже американские финансовые институты, что у них есть остаток более 5 миллиардов долларов еще, что этого остатка по финансированию хватит как минимум на 5-6 месяцев, то есть можно пока не беспокоиться. Но, в общем-то, все равно, конечно, надо бороться за эти 24 миллиарда помощи и поддержки, и вести серьезную лоббистскую, в хорошем смысле этого слова, работу с американскими политиками, у них нет серьезных разногласий по Украине. Есть отдельные лица, которые выступают со своими какими-то противоречащими общей тенденцией, заявлениями. Это есть. А с точки зрения, допустим, политического консенсуса, он существует, он не изменился. Поэтому надо просто работать и здесь не отчаиваться, безусловно. Я думаю, что через полтора месяца все будет нормально. Друзья, поставьте лайк этому видео, пишите комментарии, откуда вы нас смотрите, поддержите украинский YouTube. Если вы смотрите нас с телеканала «Прямой», нажмите на название, там будет возможность подписаться на мой YouTube-канал «Даши счастливы». Геннадий Владимирович, ну вот тут есть несколько сухих фактов, которые мы с вами должны обсудить сейчас. Значит, в письме контролера Пентагона Майкла Маккарда, для лидеров Палаты представителей и Сената сказано, что США полностью на сегодняшний момент исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках USA, который предоставляет деньги для заключения контрактов на поставку оружия. Маккарт отмечает, что без дополнительного финансирования в настоящее время, то есть сейчас, США будут вынуждены отложить или сократить поставки оружия противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, которое критично важно, когда Россия готовится к проведению зимнего наступления. Это на самом деле очень тревожные звоночки. Тревожные звоночки, но то, что человек, проверивший на месте или там ответственный за проверку, объективную проверку ситуации, пишет на необходимости включать механизм, это говорит о том, что у них готовность включать есть, просто он определяет этот момент и дает отмашку. Но там есть у них еще и ленд-лиз есть, и надо забывать, что такое ленд-лиз. Ленд-лиз – это право президента без согласия Конгресса, без сложных процедур. Его, правда, продлять должен ленд-лиз, он, по-моему, там срок действия стекл, но тем не менее он существует. Это 1 октября, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, его там никто не отменял, его надо продлять, и в рамках ленд-лиза тогда президент может действовать, если возникли бюджетные споры и нет общего решения. Тут серьезная должна быть дипломатическая, политическая работа, в первую очередь, конечно, Украины, но и поддержка других союзников. Это очень важно. Например, я считаю, что одним из наиболее влиятельных союзников Украины и последовательных союзников является, например, Великобритания, которая имеет особое отношение с США, и вообще британцы достаточно серьезно влияют на мировые события. Мне кажется, здесь нужно, может быть, сейчас с Зеленским переговорить с Ришей Сунаком, переговорить с другими американскими, вернее, переговорить с американскими политиками, должностными лицами. Это сейчас очень важный момент. Ну и, конечно, разговаривать, продолжать диалог с Европой. Европа ведь тоже оказывает огромную помощь. Она, как бы, так сказать, состоит из многих-многих стран. У них есть и свои программы, и есть общие. Сейчас надо просто поработать. Надо просто поработать. Я понимаю, и мне кажется, что... Я понимаю, что сейчас многие говорят, а вот там появились возгласы, а вот появились мнения, а вот появились тенденции, а вот там Шольц, а вот там Тотто, а вот там Словакии не так сложились обстоятельства политические. Все это я понимаю. Но, в целом, ведь никто никогда, нигде не заявлял, что война может быть проиграна. Или, по крайней мере, не выиграна. Вот для нас, для россиян, тех, кто изгнан из страны, наша страна, мы считаем, оккупирована, для нас любой исход, кроме военной победы, Украина является поражением и, скажем так, как зачеркивать многие наши надежды и возможности преобразования страны. Геннадий Владимирович, вот перед нашим утренним эфиром, мы пишем сейчас стрим утром, я очень внимательно посмотрела Радио Свободу, программу, посвященную Америке, чтобы все-таки быть более в теме. Сейчас там обсуждается следующая тема. В Палате представителей США подали прошение в отставке Маккарти из поста спикера Палаты представителей. И если эта процедура, значит, она начнется, и, в принципе, будет отставка Маккарти, это будет означать, что еще дольше будет происходить отсрочка помощи Украине, потому что временный бюджет, который приняли они, и далее, если они начнут процесс отставки Маккарти, то процесс принятия новых законопроектов, связанных с помощью Украине, он будет откладываться еще на месяц, на два, на три. Получается, что внутренние политические проблемы США и, самое главное, выборы, которые будут в ноябре следующего года, все это может сыграть не на руку Украине. Как вы видите ситуацию? Я думаю, что они найдут способ. В конце концов, они могут сейчас это сделать в рамках Ленд-Лиза. Я не думаю, что внутренние противоречия, они не носят стратегического характера. Внутренние противоречия в США существуют всегда. Это нормальное состояние демократии, которое заменяет войны, революции, потрясения, жесткостью предвыборной борьбы. Это, как бы, так сказать, замещение. Замещение всего того, что я сказал, что отбрасывает страну десятилетия назад, годы назад, я имею в виду войны, потрясения, революции. Все это происходит в каком-то политическом, мирном формате выборной кампании. Она всегда жесткая, всегда очень много разногласий, всегда очень много выпадок и так далее. Просто я думаю, что вот эти тактические разногласия, они должны влиять на стратегию. А стратегией является военная победа даже не Украины, а военная победа над диктатурами, над авторитарными режимами. Это цена всеизвечательно высока. И поражения, и победы. Поэтому здесь вот надо понимать, что нельзя за тактическими какими-то проблемами текущими забывать о главном, о том, что должно произойти на планете. Вопрос сейчас цивилизационный стоит. Куда цивилизация двигается? Либо цивилизация смиряется с тем, что существует гигантский слой, гигантское объединение, альянс, диктатур. И получает все проблемы, которые диктатура порождает. Это войны, конфликты, смерти, огромные миграционные потоки и многое-многое другое. Ну, либо все-таки добиваться победы, и тогда этот процесс ликвидации диктатуры в мире, он будет ускоряться. Ну, что сейчас Путин, Путинский режим рухнет? Рухнет все авторитарные режимы в Азии. Большая часть. В Африке, какая-нибудь Венесуэла, Куба и так далее. То есть очищение воздуха произойдет, такого политического воздуха произойдет колоссальное. И наоборот, если Путин одержит победу, мы будем иметь шабаш вот этих диктаторов, упырей, палачей своих народов, которые там вдохновятся, удушевлятся и побегут делать ей данное оружие. В завершении этой темы, значит, несколько цитат. Путин не остановится, если США прекратят финансирование Украины, это будет в 10 раз хуже, чем Афганистан. Так считает сенатор США Линдси Грэм. Ну, а Блумберг уже написал статью после шатдауна, мы его называем шатдаун, принимая временный бюджет без средств для Киева, Конгресс США бросил Украину под автобус. Если бы вы сейчас были Владимиром Зеленским, вас мало бы утешали бы искренние заверения Джо Байдена, что США не бросит Украину. А если вы Владимир Путин, в России вы сделаете логический вывод, что Киев просто бросили под автобус, когда финансирование Украины не включили в законопроект о расходах правительства, чтобы предотвратить шатдаун, пишет издание. Издание отмечает, что поддержка США является спасательным кругом для Украины, который готовится ко второй зиме в условиях широкомасштабной войны. Геннадий Владимирович, есть еще одна тема, которую я бы хотела с вами обсудить. Это то, что в пятницу Владимир Путин встречался перед камерами публично с возможным преемником, основателем частной военной компании Вагнером Андреем Трошевым. Все это видео внимательно посмотрели, я продемонстрирую вам его тоже обязательно. Но ваш взгляд, зачем была эта публичная встреча с Трошевым на самом деле? Что он хотел этой встрече сказать? И действительно ли он теперь будет формировать новые добровольческие батальоны под руководством Трошева и вновь пойдет воевать против Украины? Вот ваш взгляд. Ну, надо понимать, что история Вагнера закончилась. Вот в том смысле, в каком он существовал. Кто такой Трошев, я не знаю. Если это сын бывшего командующего генерала, возможно, я просто его не знаю лично. Он работает в Министерстве обороны, был администратором в частной военной компании Вагнер, руководил административными процессами. Не, не, я имею в виду имедленное отношение к генералу Трошеву, который воевал в Течне. Может быть, это просто отмомерить. Ну, не знаю я его, короче говоря, этого парня. Что он может сказать? Что показывает Путин? Что теперь Вагнер – это часть Министерства обороны. Вагнер теперь подчиняется, там, по-моему, Евкуров сидит с левой стороны, подчиняется полностью Министерству обороны, никаких привилегий, никакого особого статуса. Это будет часть. Для того, чтобы ассимилировать, для того, чтобы абсорбировать весь этот заброд, который там был при Вагнере, в лице бывших зэков, преступников и так далее, видимо, придумана такая форма добровольческих соединений. Потому что российское законодательство, даже сегодняшнее действующее, запрещает призыв в армию людей, имеющих криминальные настоящие и прошлые. Видимо, для того, чтобы обойти этот запрет, они придумывают эти добровольческие отряды, чтобы как раз продолжить эту практику привлечения криминала к боевым действиям. Но это все равно будет подразделение вооруженных сил, какая-нибудь дикая дивизия, грубо говоря. Что-то похожее. Поэтому Путин показал, что у Вагнера теперь другая судьба. С тем Вагнером покончено. Вагнер теперь вместе с Евкуровым. Теперь они будут вместе действовать под командованием легендарного маршала Шойгу и не менее легендарного начальника генерального штаба Герасимова. Я думаю, что именно это показано. Для того, чтобы мы остальных зачищать не будем, но вы давайте как в качестве напровольческих соединений снова-ка отправляйтесь, друзья, на фронт. Так вот, Означает ли это, Геннадий Владимирович, что Вагнер вновь придет воевать против Украины? То есть мы будем... Нет, не означает, люди из Вагнера придут в виде какого-то соединения, но в составе вооруженных сил России, в составе вот этой армии Министерства обороны. Сам по себе Вагнер исчез навсегда. Тоже в прошлую пятницу, кроме того, что Путин встречался в Кремле с бывшим вагнеровским командиром Трошевым, чтобы обсудить создание новых добровольческих формирований, также Путин на самом деле, значит, он подписал указ о осеннем призыве. В армию заберут 130 тысяч человек, плюс еще мы говорим о том, что министр обороны Шойгу сделал уже заявление недавно, что до 2025 года будет воевать Россия против Украины минимум. Вот как вы считаете, вот этот еще осенний призыв в армию 130 тысяч человек, как он повлияет на ситуацию на фронте и вообще на внутриполитическую ситуацию в России? Он не повлияет сильно. Почему? Потому что это плановый призыв. Российская армия состоит из двух частей. Первая – это контрактная часть, но речь идет в первую очередь о прапорщиках, офицерах и так далее, а также там какого-то определенной части контрактников, которых профессионально служат в армии. А вторая часть призывная. Она призывается дважды в год, подписывается указ, подписывается приказ министра обороны. И эти люди призываются, грубо говоря, достигающие призывного возраста или у кого заканчиваются отсрочки, они призываются на службу на один год. Сейчас срок установлен, служба один год. Я когда служил в армии, у нас там было два года, но я служил полтора как выпускник в УЗУ уже. Поэтому была такая льгота в полгода. Вот сейчас год. И что тут можем, так сказать, в отношении военных действий? Я думаю, что подавляющим большинством этих ребят придут вербовщики, которые мытьем и катанием будут их уговаривать подписывать контракты на фронт, на войну с Украиной. Не зная, сколько из 130 удастся уговорить, в этот момент ребята, которые приходят в службу, они находятся в достаточно непривычных средствовых условиях. В этих условиях, конечно, они могут сделать ошибочный выбор и подписать эти контракты. Ну, сколько таких может быть? Ну, с одной стороны, вроде немного, может быть, тысяч 10, 15, 20, а с другой стороны, 20 тысяч – это достаточно большая цифра. Поэтому я думаю, что вот этот призыв, он будет использован в этом качестве. Сейчас они как бы стараются принудить или никого не законять, почти никого, ну, может, за исключением каких-то важных специальностей, но создавать такие условия, при которых люди сами там подписывают эти контракты и идут на фронт. В первую очередь, конечно, деньги, в вторую очередь, там, какие-то всякие моральные призывы, какие-то угрозы, там, и так далее. Поэтому могут часть из тех призванных в срочную службу, могут перекочевать подразделения, воюющие против украинцев в составе вот этой коупационной армии. Вот это вот тот риск, которому нужно, так сказать, присматриваться. Геннадий Владимирович, есть еще одна тема. Это Рамзан Кадыров. Вокруг этой темы, конечно, много-много информации, слухов. И в данном случае сейчас я бы хотела обсудить тоже тему его преемницы, потому что Рамзан Кадыров, он поддержал решение назначить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера Чечни. В таком случае именно она, дочь Айшат Кадырова, будет управлять республикой, если с его отцом что-то случится. У него есть сын, вообще много детей у Рамзана Кадырова, но именно дочь будет назначена на пост вице-премьера Чечни. То есть фактически, наверное, впервые Чечнёй будет руководить женщина. Геннадий Владимирович, как вы оцениваете это решение Рамзана Кадырова? Ну, я, конечно, не являюсь таким уж глубоким знатоком ситуации политической в Чечне. Она не сильно влияет на расклад общий, так сказать, в Кремле и так далее. Но всё-таки я думаю, что это утопия. Вот моё впечатление, что это утопия. Дело не в том, что там женщина не женщина, а дело в том, что если Рамзан Кадыров потеряет власть по каким-то причинам, у меня тихое впечатление, что никто там не будет ждать, кого он там после себя оставит. Там каким-то другим образом будет решаться вопрос о власти. Довольно много противоречий, довольно жёсткая ситуация там в Чечне. И поэтому... Одно дело, когда Путин был в силе, он назначал Рамзана, тоже, в общем, который там в спортивном костюме ходил по Кремлю. Мы это все помним в кадре. Но тогда Путин был в силе, тогда он мог командовать страной, тогда никто не перечил ему. А сейчас серьёзно он ослаб, постарел, втянулся в войну, не имеет того ресурса, который у него был раньше. Поэтому могут быть всякие сюрпризы. Я не уверен в том, что там всё безболезненно пройдёт, и там кого не поставят, тот и будет управлять. Нет, в Чечне очень сильно развивается система вот этих кланов, тейпов. Там идёт жесточайшая борьба за каждое место. Там нет никакой демократии, там исключительно вот определяются делянки для кормления, для влияния и так далее. Поэтому, в чёту, у меня большие сомнения насчёт того, что, если чё случилось с Рамзаном, его дочь удержит политическую власть в Чечне. У меня большие сомнения на эту тему. Геннадий Владимирович, то есть вы считаете, что если по каким-либо причинам Рамзан Кадыров перестанет руководить Чечнёй, то его клан не сохранится. Придёт к руководству. Нет, клан не сохранится. Там же что такое клан? Клан до седьмого колена, они все родственники. Клан, наверное, сохранится уже физически, не будут уничтожать. Хотя и такое возможно там. Я приведу на вершине. Нет, то есть я имею в виду так, что когда по каким-либо причинам Рамзан Кадыров уйдёт с поста руководителя Чечни, то его семья не будет возглавлять Чечню, а придёт другой клан. Я не исключаю такого варианта, что там, ну, неважно, может любой клан прийти, там влиятельный, сильный, но то, что там борьба будет жёсткая, а может быть даже жестокая за власть, совершенно точно. Я не думаю, что там все смирятся внутри Чечни с тем, что там Рамзановский, Кадыровский клан вечно будет у власти. Вот у меня такое впечатление, что там не будет консенс на эту тему. Если ещё как там был, когда Ахмат Кадыров, какой-то консенсус был, потом протолкнули, так сказать, на власть вот этого молодого пацана, смотрим на костюме, который сейчас стал Рамзаном Кадыровым, то, мне кажется, вот это повторение, это операция невозможна. Это моё мнение. Я, опять-таки, не являюсь там глубоким специалистом во внутрочеченской политике, но из того, что мне кажется, из того, что я знаю об обстановке, у меня большие сомнения в том, что она способна удержать власть в случае, если Рамзан Кадыров покинет этот цвет. Геннадий Владимирович, помните, вы мне в одном из интервью давно ещё рассказывали о том, как Кадыров дарит часы журналистам. Раскрыть эту историю для наших зрителей, просто, мне кажется, она достаточно показательна, потому что вы действительно её очень ярко описывали. Мне ещё раз её описать? Конечно, для нашей аудитории, естественно, да. Ну, это было достаточно давно, когда там ещё только устанавливался режим Кадырова, и действительно была там одна журналистка из России, из Москвы, поехала туда. Она там вела какие-то репортажи, тогда ещё была свобода СМИ, и она совершенно была неангажирована. Но какой-то один из её репортажей, видимо, понравился Рамзану Кадырову. А почему я эту историю знаю? Потому что она работала близко с одним очень близким мне человеком, они вместе работали. И, ну, неважно, я даже сейчас не помню, как её зовут, Таня, Маня, ваша, Маша там. Она приезжает из... Да, и ей говорят, тебя хочет увидеть Рамзан Кадырова. Ну, ей как журналистки интересно, она идёт Рамзан Кадырова. Он говорит, спасибо там, ну, что благодарит её за статью, что вот она правильно разбрасывает обстановку в Чечне. Что она ей хочет сделать подарок? Достает подарок, часы, вот, и дарит ей. Ну, она... Ну, что там обычно дарят часы? Вот какая-нибудь компания «Восток», так сказать, там, с надписью... Я видел эти часы, которые дали там в Кремле и прочее. У меня даже есть парочка таких экземпляров. Подарит. В коллекции. Ну, обычные там часы, недорогие, но симпатичные, красивые, с надписью там, выграв, что-то выгравленное. Ну, она так и воспринимает эти часы. Ну, и часы, часы. Ну, красивые, ну, блестят. Вот. Она, не глядя, так сказать, положила часы в багаж, приезжает в Москву. Приходит в этих часах на работу. Моя приятельница ей говорит, «Маша, скажи, пожалуйста, а ты в метро с охраной приехала?» Я говорю, какой охраной? Она говорит, «Ты понимаешь, сколько эти часы стоят?» Она испугалась, говорит, «Что такое?» Она в эти часы приехала. А где? «Как каталог показать тебе, сколько эти часы стоят?» Когда ей показали каталог, и стало плохо. Она поняла, что она сильно рисковала. Передвигаясь в метро, в обычном метро с этими часами, могли и с рукой снять. Часы она больше не носила на работу. Я не знаю дальнейшую судьбу. Но это вот был какой-то такой вот, даже вот как бы, ну, вот, с барского плеча такие подарки дарят там на 50-летие. Может быть, там, муж своей жене дарит там, что-то такое. Ну, вот. Достающие были часы. Очень известные для дома. Десятки тысяч долларов. Но, Геннадий Иванович, частные самолеты, на которых возил Кадыров, Тину Канделаки, Ксению Собчак... Слушай, мне сейчас рассказали, ну, не мне рассказали, но вообще, в принципе, я слышал выступления чеченцев. Они говорят, что там все платят в фонд Рамзан Кадырова. Вот ты получил зарплату, там 10% отдай. Все вот те, кто зависит от бюджетного финансирования, околобюджетного финансирования, там, госкомпании, там, муниципальные и так далее, сотрудники все платят в фонд Рамзан Кадырова. По крайней мере, так утверждают чеченские комментаторы. И я это слышал раньше, что там есть оброк на каждого. Ну, и вот представьте, там миллион человек живет в Чечне, предположим, 500 тысяч работающих. Предположим, из них 300 тысяч получают. Даже если 300 тысяч человек умножить, там, предположим, на 2 тысячи. Ну, посмотрите, сколько в месяц получает только по этой статье фонд Рамзана Кадырова. Ну, это его личный фонд, который он там. Там можно, конечно, варяться часами, не только часами. А плюс еще огромные бюджетные вступления. У нас как-то было свидание комитета. Давно-давно-давно. И Васильев, тогда у нас все были нормальные человеческие отношения, Владимир Васильев ко мне подходит и говорит, «Слушай, вот у нас сейчас проблема какая? Кавказ как черная дыра. Ты знаешь, деньги, которые выделяют федерации, они до народа не доходят». Но это он мне говорил. Это давно было. Когда он еще был председателем комитета, я был замом. Я говорю, «Может, мы сделаем какое-нибудь заседание комитета, разберем, пригласим людей? Но так же нельзя, если федеральные деньги даются людям, а люди их не получают, они где-то там разворовываются на вот этих уровнях власти». Он говорит, «Ты понимаешь, я не могу там сам назначить, я должен согласовать?» Вообще, это такая острая тема. Ты понимаешь, какой мы поднимем с тобой шум в России? Так он и не получил согласование, так он и не дал нам возможность провести заседание комитета на эту тему, комитет по безопасности, где я был зампредом. Потому что блокировали эти попытки. Не первый раз, и много раз блокировали всякие попытки комитета безопасности рассмотреть ту или иную важную, острую тему. Я вспоминаю этот разговор еще тогда он называл Кавказ черной дырой. Это был Васильев, когда у него еще там ну как-то были вот эти все нормальные еще сохранялись человеческие качества и отношения. Вот черная дыра. Деньги до народа не доходят. А те, которые доходят еще в виде поборов, возвращаются обратно в различные фонды и служат источником гиперроскоши. Вы видели там в сети распространялся ролик о свадьбах теченских руководствах всех детей и прочих. Там одних вот этих геленгивагенов, Мерседес, это самый дорогой серийный джип, там под 200 тысяч евро, их там штук 40 стояло. Ну, откуда это все? Это вот они ездят на таких машинах, они живут в дворцах, они там не считают денег. А в это время народ на самом деле живет очень плохо, бедно. Я бывал в Чечне. Обычные простые люди живут значительно хуже, чем в Москве, Подмосковье, в Зампетербурге. А руководство купается просто в роскоши. Просто неприличные роскоши. Там эти все конкурсы, как проводят вот эти летают туда наши Хэллоиды, мастера науки. Мастера культуры туда летают. Там же огромные деньги тратятся на всякие конкурсы, то одежды, то там какая-то дочь или племянница у Кадырова, какой-то там дизайнер. Все летают, там все это оплачивают, самолет им привозят, самолет им увозят. Они там эти бешеные гонорары получаются, эти певички, певцы, артисты и так далее. Это же тратятся гигантские деньги по пусканию пыли в глаза. Идет гигантское финансирование из федерального бюджета. Не только Чечне, кстати говоря, но и многим другим республикам. И деньги не доходят. Вот я привожу пример слова Василию, который сам сказал, что Кавказство черная дыра. Деньги до людей не доходят. Чего еще к этому добавить, если это говорил господин Васильев когда-то мне лично. Когда мы с ним обсуждали, возможно ли провести заседание комитета на эту тему или нет. с этого разговора, если не больше. Но я не думаю, что что-то там принципиально меняется. А часы, часики за 30 тысяч евро это просто иллюстрация. Это как цветы для женщины. Для него это как подарить букет. Геннадий, в завершении хотел бы Вас узнать мнение буквально вчера вечером такой конфуз, такой скандал произошел. Мэрия Москвы по недосмотру слила все секретные объекты явочные квартиры ВСО, ГРУ и службы внешней разведки СВР. Теперь эти данные оказались в руках западных спецслужб и вот эта вот обширная слитая база явочных квартир и секретных объектов российских спецслужб стала достоянием гласности. Сейчас она уже недоступна, ее уже все-таки хакеры заблокировали, но всю базу западной разведки уже скопировали. Как вообще вы относитесь к такому, значит, к такой истории? Потому что мы так понимаем, что это гостайна по электричеству, журналисты написали, как мы нашли списки секретных объектов в открытом доступе. Как такое могло быть? Ну и интересно, что скажете про эти секретные объекты? Ну, что я могу сказать про эти секретные объекты? Все секретные объекты, они для кого-то не секретные. Ну, например, когда оформляли все эти конспиративные квартиры, я еще помню это все, там все равно участвовала и мэрия, ну, или тогда это был, как это называлось, Моссовет, все равно там проводилось какими-то письмами, какими-то согласованиями, и какие-то там, понятно, эти документы где-то хранились. Но в чем проблема сегодняшнего времени, то, что все хранится в электронном виде. И все это течет, сливается. Обратите внимание, я вчера только рассказывал, была беседа с одним умным человеком, я говорю, обратите внимание, что нет утечек по агентуре, нет утечек по делам. Я говорю, знаете, почему? Почему? А потому что до сих пор существуют карточные учет. То есть, если ты заполняешь данные на агента, ты опять-таки, как когда ты я, будучи оперработником, у нас как бы карточки нам давали специальные, учтенные, там, собсекретные, и мы должны были заполнить либо фиолетовыми чернилами, либо черными, даже не пастой. А вот почему-то чернилами, я не знаю, почему. Видимо, там они вставляют следы намного дольше. Короче говоря, когда я сейчас несколько лет назад поинтересовался у работников, а как они ведут агентурный учет, вот сдают в Араф, бывший 10-й отдел, то же самое, те же карточки, те же фиолетовыми или черными чернилами. И они не текут, вот эти данные, потому что они не вводятся в электронный учет. То же самое по делам оперативных разработок и так далее, оперативной деятельности. Утечек нет только потому, что это бумажное носитель. Только потому, что он в единственном экземпляре, он там надежно а плюс сейчас все же перешли на все эти учеты по всем направлениям. Ну, например, это же не первая утечка. Например, зашифровали детишек сотрудников ГРУ. Наши идиоты жилищных органов зашифровали детишек. Знаете как? Там Вася Петров 1904-го года рождения. Там Ольга там какая-нибудь Семеновна там Иванова 1906-го года рождения образовались подъезды долгожителей. Это они таким образом зашифровали рождение детей данные на 100 лет меньше. Вернее, на 100 лет больше. И когда такая аномалия появилась в базах данных, то есть все живут нормально, а эти живут там в этих подъездах у долгожителей. Начали искать все эти дома принадлежат ГРУ там и так далее и тому подобное. То есть или, например, утекла база данных машин сотрудников ГРУ. Я уж не помню, там тысячи или 200 машин, что ли. Они догадались их все в каком-то специальном ГАИ регистрировали. Оттуда база данных утекла спокойненько. И там со всеми этими машинами, номерами, владельцами и прочим, прочим, прочим. Утекали данные по паспортам, мы с вами знаем. Когда там документы прикрытия, что такое документы? Это другие паспорта, другие документы или документы других ведомств, в частности речь шла о паспортах. Вот эти паспорта, прикрытия, они штамповались в одном паспортном управлении, там, в каком-то отделе. И оттуда тоже в электронном виде утекли. Вот это называется рукожопие. Я не могу другого термина подобрать, я знаю, что он грубоватый, но куда деваться. И вот это вот рукожопие, оно нивелирует все способы, ну, если мы говорим всерьез о государственном подходе, определенные у государства должны быть тайны, они должны охраняться, должны продумываться, просчитываться эти все вопросы, чтобы утечек не было, создаваться барьеры, гарантирующие отсутствие этих утечек. Но тут огромные усилия и деньги, главное, тратятся на зашифровку. А тут в электрическом отделе, так сказать, какой-нибудь там полупьяный электрик Вася Петров спокойно может получить доступ и разослать, так сказать, там в широкую публику все эти совершенно секретные, абсолютно секретные данные. Ну, вот так вот работает система. Режим гнилой. Режим гнилой, бездарный, раб криминальный, не способный ни на что, так сказать, по большому счету. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Дашь счастливая», если смотрите нас с телеканала прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Каждую неделю по вторникам у меня известный оппозиционер Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, я благодарю вас и до встречи уже в следующий вторник, как обычно. Спасибо, удачи вам.